Добрый вечер! Ваши аплодисменты еще раз. Наталья Дмитриевна, как удобно вам присесть или... Я думаю, что Наталья Дмитриевна сейчас несколько слов мы попросим все-таки рассказать о тех книгах, которые представлены у нас сейчас на столиках. А потом, дамы и господа, мы ждем ваших вопросов. Я надеюсь, что встреча у нас будет достаточно активной и интересной. Спасибо. Да, лучше присесть, так будет удобно. Ну, не знаю, так как-то тогда... Нет, ничего страшного, абсолютно присаживайтесь. Я думаю, будет удобно и лучше будет звучать. Или удобно. Так я людей не вижу. Да. Ну вот, собственно, меня пригласили... Вот так, да? Сядь. Ну так. Так слышно? Слышно. Вот, меня пригласили рассказать о недавно вышедших книгах. Вот в самом конце прошлого года вышли две книги, независимо друг от друга, в разных издательствах. Но так получилось, что они собой, они как бы являются двумя такими крайними точками на такой жанровой, если можно так выразиться, на такой жанровой линейке. Одна книга, публицистика, это выдержки из, так, тематически подобранной выдержки из публицистики. Солженицын довольно много писал публицистике, вынужденным, как он всегда говорил, образом. Со счастьем он бы занимал столько художественной литературы, но, как он говорил, нас столько выбило, что приходится заниматься не своим, как бы, делом. Вот. А с другой стороны, такие маленькие прозаические миниатюры, которые сам он называл крохотки. Некоторые называют их стихотворение в прозе. Это вообще традиция в русской литературе, хорошо всем известная. Помимо Тургенева, ее и в наше время, в 20 веке, к ней обращались много. Ну, вот. Обе эти книги оказались, как ни удивительно, очень актуальны, хотя написаны довольно давно. Актуальна публицистическая книга оказалась, к сожалению, актуальна, потому что в ней идет речь о многих проблемах, в частности, об отношениях России и Запада. О том, что сегодня, о том, о чем он все время предупреждал. И в годы нашего изгнания, 20 лет нас здесь не было, из них 18, мы жили в Америке. И Александр Сеевич обнаружил довольно быстро, после того, как мы там поселились, что отношение их к России вовсе не такое, как мы думали, что они имеют претензии не к коммунистической России, не к коммунизму как таковому, а к России как таковой, к исторической России. И писал он об этом очень-очень много, заслужил, соответственно, неприятие американской элиты и в большой мере прессы. И даже есть у него такая книга, по-русски опубликованная пока, к сожалению, не отдельной книгой, а только в семи выпусках журнала «Новый мир», но, надеюсь, в этом году мы ее выпустим, которая называется «Угодило зернышко промеж двух журновов». «Зернышко» – это как бы продолжение теленка. Есть такая книга «Бодался теленок с дубом» у него. Это очерки литературной жизни в СССР. А вот «Угодило зернышко промеж двух журновов» – это очерки «Изгнание», под заголовок там такой. Вот как бы между коммунистами, которым он не угодил, и Западом, в основном Америкой, которым он тоже не угодил, вот это зернышко и попало. В этой книге собраны именно такие рассуждения именно на эту тему, потому что, понимаете, когда мы жили на Западе сначала в Европе, потом в Америке, то это позволило вглядеться внимательно вообще в общественное настроение, в то, как именно работает свободная пресса и в разные формы государственного устройства. Потому что жили мы, например, сначала в Швейцарии – крошечная страна, а потом в Америке – колоссальная страна. Тем не менее, и там, и там было очень сильно развито, хотя по-разному устроено, местное самоуправление, которого у нас, например, вообще нет. А такая большая страна, как наша, просто не может на самом деле быть управляема только из одного места, и эта власть никак не контролируется. Местное самоуправление – это и есть контроль той власти, которая сверху спускается вниз, а эта снизу идет наверх и ее проверяет. Он об этом много писал. Но Александр Савич озадачивала, надо сказать, и огорчала на Западе такое выветривание высоких форм свободы, какое-то такое оттеснение нравственных понятий понятиями юридическими, которые действительно закон работает. На Западе, надо сказать, не в пример нам он работает. Но вот Александр Савич писал, «Всю жизнь, проведя под коммунизмом, я скажу, ужасно то общество, в котором вовсе нет беспристрастных юридических весов. Но общество, в котором нет других весов, кроме юридических, тоже мало достойно человека». Это он писал там, им, обращаясь к ним. Ну вот он сокрушался подменой, измельчанием свободы, потому что термин-то сохранили, но подменили, изготовили другое понятие, такую маленькую свободу, которая только карикатура большой. И эта свобода, которую на Западе культивируют, она, правда, вывела всех, ну, свое население на путь всеобщего благополучия. Это верно. Но она и тут же завела людей в опасную ловушку ненасытного потребления. У нас, конечно, еще далеко от полного благополучия, но если мы будем топать точно такой дорогой, то мы тоже очень скоро увидим себя в капкане вот этого ненасытного потребления. Нам пока рано проповедовать, что это плохо, потому что много людей, которые просто не сыты. Но вообще такая опасность есть, когда люди становятся рабами вещей и, в общем, свобода превращается в карикатуру на сама себя. Но вот самое горькое открытие и разочарование, которое ждало Солженицын там, это как раз искажение русско-исторической перспективы. И вот это непонимание России с Западом, которое, оно выстроилось уже в устойчивое, тенденциозное обобщение. Ну, понятно, о русской азиатчине, об извечном русском рабстве, которое чуть ли не в крови у русских. И это там действительно он обнаружил, понимаете, почти каждый западный историк, ну, профессиональный историк, который кончает их прекрасные университеты и работает там потом. Вот почти каждый западный историк, как Александр Ильич писал, автоматически поддается постулату, что СССР – это естественное продолжение старой России. Солженицын же считал, что на самом деле переход от дооктябрьской России к СССР есть не продолжение, а смертельный излом хребта. И советское развитие – не продолжение русского, но извращение его. И он постоянно твердил вот об этой терминологической ошибке, что нельзя смешивать мировую болезнь коммунизма с той страной, которую коммунизм овладел первый. И говорил, что вот смотрите, как легкомысленно и неправильно используют слово «Россия» вместо слова «СССР», а слово «русские» вместо «советские». И даже с таким постоянным эмоциональным преимуществом в пользу второго, потому что в той прессе постоянно можно было найти «русские танки вошли в Прагу», «русский империализм», «русским нельзя верить», но с другой стороны, «советские космические достижения» или «успехи советского балета». Вот все, что хорошее, то все было советское. В западных… Понимаете, что у нас было так, это понятно, но это именно в западной свободной прессе было так. И его это, значит, не только огорчало, но он об этом все время публично говорил. Ну и, конечно, вызвал большое раздражение. Вот, например, президент Реган пригласил Александра Савича в Белый дом, но там произошла некая подмена, и Александр Савич не поехал, отказался. Но написал ему письмо с объяснением, почему он отказался. И вот в этом письме… Ну, всю эту историю я не буду рассказывать сегодня ни к чему, но в этом письме были такие слова. «Проявляется то враждебное отношение к России как таковой…» Это в письме президенту Регану. «Значит, то враждебное отношение к России как таковой стране и народу, вне государственных форм, которые характерны для значительной части американского образованного общества, американских финансовых кругов и, увы, даже ваших советников. Настроение это губительно для будущего обоих наших народов». Ну, это написано в 1982 году. И сегодня 2019. И, в общем, так сказать, без бинокля видно, что происходит. Так, ну, что еще сказать про эту книжечку? Ну, про эту книжечку можно сказать. Ну, да, действительно, когда спустя 20 лет тут все переменилось, и, значит, Солженицын смог вернуться на родину, ему вернули гражданство. Но и тут ему не изменил трезвый взгляд на те новые опасности, которые всех нас, в общем, поджидают, потому что переустройство мира, оно происходит. Не только в нашей стране произошли огромные быстрые перемены, это-то да, но вообще с конца прошлого века можно сказать, что мир очень резко меняется. Во всяком случае, меняются все международные договоренности. Они, в общем-то, выброшены. С 1999 года, начиная с бомбежки Белграда, можно сказать, без одобрения ООН, можно сказать, что все договоренности, достигнутые после Второй мировой войны, сейчас больше не работают. И это создает абсолютно новую ситуацию в мире. И вот Солженицын написал, кстати, это было последнее интервью, которое он дал на Западе, журналу Forbes. Он там написал, что 21 век будет очень... 21 век, это он написал в 1995 году. 21 век будет очень бурным, очень тяжелым и даже может быть уже первая половина 21 века, что мы и видим. Я думаю, что предстоит сильный штурм западной цивилизации со стороны Третьего мира. Да, и вот кончилась холодная война. Он пишет, а что-то не стало на планете спокойнее. Чуть ли не чаще стало то там, то сям вспыхивать, взрываться, стрелять, уже не наскрести войск ООН для умиротворения. Вот он так и считал, что тот момент, когда НАТО отвергло Организацию Объединенных Наций, какая бы эта организация ни была слабая, какая бы она... Массу можно ее критиковать, но тем не менее она была, и она и есть, но уже так картонно. Так вот, когда НАТО стал действовать само, без этого одобрения, это был исторический момент, выходящий за пределы всей проблемы Югославии только. Это страшно. Грядет совершенно новый общемировой строй. Похоже, что так и есть. Но кроме того, он и внутри страны, в общем, много тоже критиковал, опять не угодил. И в общем, он тоже считал, что в высшей степени, в высшей степени легкомысленно следовало бы избежать преждевременного ликования от того, что пал коммунизм. Потому что коммунизм, он давал ложные и обманчивые ответы на совершенно справедливое негодование людей. Оно и было, и есть, и оно все больше увеличивается. Оно справедливое, потому что это возмущение бессовестностью, алчностью наживы, непомерной властью денег, колоссальной разницей между богатыми и бедными. И вот это справедливое негодование людей, на него коммунизм якобы отвечает, но он отвечает ложными ответами. Опять-таки, что нужно все поровну поделить и вообще, что все должны быть равны. Все действительно должны быть, конечно, равны, но только перед законом. Это единственное то равенство, которое государство обязано обеспечить каждому родившемуся, каждому гражданину любой страны. То равенство, которое обещает коммунизм, оно недостижимо, оно так или иначе все равно скатывается в то, во что мы уже на своем опыте скатились, и скатились во всех странах, в которых коммунизм был. Но, тем не менее, поскольку это негодование растет, и оно во всем мире растет, потому что не только у нас есть эти проблемы, хотя они по-разному проявляются, но, в общем, вот он и написал, Солженицын, что если всемирный урок XX века не послужит исцеляющей прививкой, то все пространное красное завихрение может повториться и вновь. Ну вот, в этой книге собраны эти мысли Солженицына об истинном значении свободы, о неверных представлениях друг о друге России и Запада, ну и о новых опасностях, которые всем нам грозят. А еще здесь есть раздел, последний раздел об Украине. Об Украине, Солженицын, у которого часть крови украинская, и, в общем, он любил Украину. Он об этом писал, начиная с 67-68 года. Писал в большой тревоге. Он ведь сидел в лагере тоже с западенцами, видел, какой накал у них был уже тогда. Они его не скрывали, этот накал, и говорили, что при первой возможности мы от Москалей уйдем. Но просто они, они тогда, ведь это же такой отравленный сталинский дар. Сталин после войны присоединил Галицию, и этот дар отравленный. Они никогда не жили с Россией, они, ну, Австро-Венгрия, что хотите, только не Россия. И когда, ну, в общем, это уже мы все видим, что случилось. В этой книге я не буду про это долго говорить, вам всем это все должно быть хорошо знакомо. Я только несколько из заголовок, заголовков из этого раздела вам прочитаю, так будет все понятно. «С Украиной будет чрезвычайно больно», написано в 67-м году, напечатано в 75-м. обращение к конференции по русско-украинским отношениям апреля 81-го года. Это конференция, которая созывалась в канадском Торонто, и в котором бушевали, там очень сильная, в Канаде огромная украинская диаспора, очень агрессивная, очень сильная, и вот сегодня они, можно сказать, направляют все дело на Украине. Дальше. «Слово к украинцам и белорусам». Это из статьи, как нам обустроить Россию, 90-й год. Обращение к референдуму на Украине, когда Солженицын говорил, голосовать надо только по областям, нельзя голосовать по всей Украине в тех границах, какие застала перестройка, потому что границы эти были совершенно нарезаны еще Лениным когда-то, в 22-м году. Они не соответствуют тому населению, которое живет, надо голосовать по областям. Там есть несколько, по крайней мере, три области, совершенно русские, и Харьков никогда не был по существу украинским. Но, конечно, так не произошло, голосовали целиком. «Славянская трагедия» из книги «Россия в обвале», «Постоянная горечь и боль» из интервью для московских новостей в 2006 году, «Поссорить родные народы» два вопросительных знака, статья марта 2008 года, а в августе 2008 года он умер. то есть его это Украина сердечно мучила в общем много-много лет. Ну вот, это вот эта маленькая книжечка. Она вот, к сожалению, оказалась актуальной, потому что лучше бы лучше бы вот это все не оставалось и сегодня так, как было столько лет назад. Ну вот, а вторая книжка «Крохотки» она очень хорошо издана, красиво, и она тоже своего рода уникальна, потому что «Крохотки» издавались уже много раз вместе с рассказами, а вот отдельно только «Крохотки» впервые изданы здесь, и кроме того, каждая «Крохотка» сопровождается фотографией, сделанной самим Солженицыным, ну или кем-то из спутников его. Вот, и кроме того, здесь есть впервые напечатана одна крохотка, утерянная, которую он случайно нашел, разбирая черновики. Дело в том, что после войны, значит, Солженицын, после, он был арестован в 45-м году, сидел по приговору в 8 лет, а потом был послан в вечную ссылку, так и было на деле написано «Вечная ссылка», но отсидел в этой вечной ссылке 3 года, только до 56-го, когда Хрущев распустил политическую ссылку, по политической 58-й статье. И тогда он переехал в Центральную Россию. Он был один на всей земле, отец его умер еще до рождения сына, погиб, а мать умерла в 44-м году, когда он был на фронте, воевал, и ему было легко подняться. Он поднялся и уехал в Среднюю Россию, поселился во Владимирской области на Матрильном дворе, если кто читал рассказ «Матрильный двор», вот, в селе Мильцево. И вот работал учителем, потом переехал в Рязани, там работал учителем математики, физики, астрономии. И поскольку у учителей были длинные каникулы, я даже не знаю, сейчас тоже сохранились или нет, тогда в советское время были два, фактически два месяца были каникулы у учителей, и тут насытилась его мечта вот о путешествиях, так сказать, он после пыльной горячей пустыни, ему хотелось именно затеряться в лесном рокоте леса, как он говорил. И вот он стал колесить ближними и дальними маршрутами, пешеходными, велосипедными, пароходными, колесил по Среднерусью. И то, что он видел вокруг, это что же, это конец 50-х, начало 60-х годов. Вот щемило то, что он видел, соединение ненарушенной красоты природы и разоренной русской старины, потому что белоснежных колоколен и вымерших деревень. Вот издали она такая белая царевна, а подъезжаешь ближе, и там какой-нибудь МТС, склад какой-нибудь в этой церкви, а издали она такая белая царевна или красная царевна. И вот из этого щемящего соединения родились крохотки, вот эти небольшие такие прозаические миниатюры. Солженицын вспоминал, много позже вспоминал, «Я тем летом, это 1960-й, отходил душой в одинокой велосипедной проездке вдоль Аки и Москварики от Белоомута на Коломну, озеры, Зарайск. Тут и борки ловецкие, белая колокольня ловичей, отсюда пошли крохотки». Вот в путешествиях Солженицын делал снимки простым фотоаппаратом «Зоркий». Надо сказать, что поколение, к которому Солженицын принадлежал, оно по общей такой нищете жизни не имело в собственности ни часов, ни фотоаппаратов, этого ничего, ни велосипедов, что? У них не было. Он был очень, да, Я прошу прощения, давайте мы к вопросам все-таки попозже. Вернемся, да? Дадим закончить нашу муку. Он жил с матерью, которая зарабатывала стенографией и жил очень бедный. И жили в, ну, в такой, в общем, так сказать, в доме, где не было ни воды, ни отопления, носить надо было ведрами уголь и ведрами же таскать воду. И вот у него, например, в студенчестве были штаны, ну, брюки довольно светлые. Он на втором курсе случайно сел на лавку, на которой были разлиты чернила. И так вот с этим чернильным пятном и проходил до конца, потому что денег не было. Я вижу, что вам, как бы, это все, вам это все не по душе, но это правда. Знаете подноготно? А что пришли тогда? Раз вы уже и так все знаете. А, вот это хорошо. Тогда я покороче заверну, чтобы с вами подольше поговорить. Хорошо? Я прошу прощения, все-таки давайте встречу в балаган. Не превращайте, хорошо, пожалуйста? В чем балаган? Ну, что просто мы безусловно вернемся к вопросу, да, но все-таки выкрикивать с места, наверное, некрасиво, правда? Поэтому, наверное, все-таки мы немножечко договорим, дадим все-таки высказаться автору. Ну, давайте попозже чуть-чуть выскажемся. Ну, нет, я ведь не по выражению лица. Вы сказали, я позволила вам сказать громче. Да все нормально, все нормально. Ну, вот, так вот, значит, с ним, да, на чем мы снять? Ну, кто как? Да, вот у них, собственно, да, вот у них этого не было. Это, значит, что же? Он кончил школу в 36-м году. В 36-м году. Часов у него не было, аппарата не было вообще до... В 40 лет, когда ему было 40 лет, у него появился первый фотоаппарат. И то он его завел для целей конспирации, а вовсе не для чего-то. Он снимал на этот фотоаппарат, научился снимать, это особая такая техника, снимать то, что написано, странички написаны. Потому что маленькие негативы легче прятать, чем листы бумаги. И... Но... Но... и фотографировать пейзажи, и людей вокруг, это тоже ему нравилось. Так что, в общем, он сделал довольно много фотографий. И вот в этой книге каждая крохотка сопровождается примерно теми местами, в которых эти крохотки и родились. Ну вот, крохотки эти в СССР попали под запрет, хотя в них уж даже близко нет ничего политического. Тем не менее, они... Как-то так получилось, что они попали под запрет. Новый мир напечатал один день Ивана Денисовича, и после этого еще четыре рассказа. И больше до изгнания Солженицына ничего напечатанного в Советском Союзе не было. Ну, крохотки эти, в общем, невинные, их хотела напечатать семья и школа. Но уже Солженицын уже с 64-го года попал под такой запрет партийных охранителей. И семье и школе они уже сделали набор, но все равно это было запрещено, и этот набор они рассыпали. Но поскольку они такие совершенно невинные, то он отдал их в Самиздат. Самиздат поработал над крохотками, как он сам вспоминал, очень активно. Крохотки получили, ну, они маленькие, их как бы и перепечатать легко, и даже от руки можно переписать. И они очень широко ходили. И поскольку они широко ходили, то они попали на запад и были напечатаны в журнале грани. И вот значит, вот он так и пишет, распространение крохоток было такое бурное, что уже через полгода, осенью 1964-го, они были напечатаны во франкфуртских гранях. И раз произошло такое ужасное несчастье, что они напечатаны на западе, значит, на родине они не будут напечатаны никогда. Тогда так было. Но вот автор ошибся, потому что прошло всего только 30 лет, с его имени был снят запрет, и крохотки первого цикла, которые были написаны в конце 50-х, в начале 60-х годов, были напечатаны на родине. Но вот в течение этих 30 лет, надо сказать, 20 из которых прошли в изгнании, Солженицын к жанру крохоток не обращался. И вот когда он вернулся, сюда он снова начал их писать и направил несколько первых «Новый мир», который их с удовольствием напечатал. И в письме к «Новому миру», сопровождающему эти крохотки, он написал «Только вернувшись в Россию, я оказался способен снова их писать. Там не мог». Вот эти слова из письма они поместили эпиграфом к публикации крохоток второго цикла. Это 1997 и 1999 год. Но здесь вот оба цикла напечатаны. вот, собственно говоря, я про эти две книжки, которые на двух полюсах его творчества, а посередине находятся остальные крупные вещи, и рассказы, и малая проза, и большие, и архипелагу главная книга его жизни «Красное колесо». Ну вот, если будут вопросы, я готова Перед тем, как мы сейчас будем задавать вопросы, все-таки я хочу попросить всех сейчас обратить внимание на экран. Наталья Дмитриевна, небольшой, маленький сюрприз для вас в том числе. Наталья Дмитриевна Солженицына родилась в Москве, окончила Московский государственный университет механико-математический факультет. В августе 1968 года Наталья Дмитриевна познакомилась с Александром Исаевичем Солженицыным. И с тех самых пор она становилась вестарем, редактором и помощником во всех его делах и, самое главное, матерью его замечательных сыновей Ермолая Игната Степана. В 1974 году Наталья Дмитриевна выехала с детьми из СССР на Запад вслед за своим мужем и только в 1994 году она вместе с Александром Солженицыным и детьми вернулась в Россию. В 2000 году в доме в Троице Лыково Солженицыны встретились с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем и Дмитриевной. Заглядывая в биографию Натальи Дмитриевны нельзя не остановиться на ее мужа Александре Исаевича Солженицына, который родился в Кисловодске в 1918 году. В 1924 году его семья уезжает в Ростов-на-Дону, где в 1941 году он получает университетское образование, проучившись на физико-математическом отделении. Биографию Солженицына просто невозможно пересказать в двух словах. Это была очень интересная, колоритная личность. Наш современный Достоевский. Нельзя не упомянуть и о детях этой прекрасной черты. Игнат Солженицын сегодня известный американский и российский пианист, главный дирижер Камерного оркестра Филадельфии. Ермолай Солженицын окончил Гарвард, учился в пристонской аспирантурии и сегодня работает в консалтинговой компании МакКинси. Солженицын специализируется на проектах для нефтегазовой, транспортной, машиностроительной и горно-металлургической отраслей и принимает активное участие в программах по развитию инфраструктуры городов и целых регионов. Степан Солженицын, как и его брат Ермолай, окончил Гарвард и аспирантуру и сегодня является главой московского отделения консалтинговой компании МакКинси. Он занимается всем энергетическим сектором России и в том числе следит за работу в компании Росатом. Наталья Дмитриевна является редактором и составителем полного собрания и зачинений 30 томов, написанных ее мужем, которые выходят с 2007 года. Она российский общественный деятель, член попечительского совета фонда «Вольное дело» и попечительского совета «Возрождение Соловецкой обители». Президент фонда Солженицына, который был создан в 1974 году в Цюрихе, а в 1992 году он был переведен в Москву. Про Наталью Дмитриевну можно сказать, что это очень славная, самоотверженная и трудолюбивая женщина, ставшая помощницей и правой покой писателя Александра Исаевича Солженицына. Спасибо огромное. Ну, тогда мы начнем с вопросов, если можно очень коротко, да, вопрос и ответ. Времени у нас не так много. Вот вопрос первый, пожалуйста. Сейчас одну минуточку, я только хочу вам сделать комплимент, потому что, как правило, вот если и делают такие какие-то короткие выжимки, то даже на короткую выжимку бывает много фактических ошибок. Они не злонамеренные, но просто фактические. Либо год не тот, либо там что-нибудь не то. А у вас все то, кроме только последней новости, что Степан, младший сын, ушел из Макинзи, и теперь он работает в сибирской компании. Спасибо. А так, большое спасибо, это даже удивительно, что вы ни в чем не ошиблись. Я имею в виду, конечно, факты, не ваши оценки, которые завышены, а только факты. Спасибо. Пожалуйста. Если можно с микрофоном, у нас какая-то камера. Представьтесь, пожалуйста. Да, добрый вечер, меня зовут Роман. Я из Перми, я студент здесь в Москве. Да, и извините меня за мою наглость, Наталья Дмитриевна, у меня есть два вопроса, один общий, другой очень личный. Вот мне было всегда интересно, почему Александр Исаевич отказался от ордена Андрея Первозванного, предложенного ему, насколько я помню, Борисом Хельсиным. И второй вопрос. Да, у меня дед был очень преданным коммунистом, первый секретарь горкома КПСС в Перми, мол, тоже тогда не существовал, была Пермь. И он может сказать, практически с того же места происходит, что и ваш муж, он из минеральных вод, то есть рядом с Тачевским, Кисловодским. И для меня Александр Исаевич всегда был близок в этом плане. И мне хотелось узнать, вот как вы считаете, почему одним людям коммунизм был очень близок, почему они продолжали в него верить, хотя мой дед видел и ужасы коллективизации, и много всего того, что может не надо было видеть, тем более в очень раннем возрасте. А другие люди, как, допустим, Александр Исаевич, может видели те вещи, которые на самом деле дискредитировали коммунизм, и почему они, как ваш муж, такие достойные люди, как ваш муж, решали, что коммунизм не то, что нужно для России. Мне вот очень интересно ваше мнение узнать. Спасибо. Ну, это серьезный разговор. Сейчас, пока вы говорили второй вопрос, я уже первый забыла. Первый. Почему орден Андреев? А, орден, да. Вы знаете, он ведь тогда объяснил это очень коротко и складно, так что мне наизусть-то я это не помню. Я так коротко, как он, не сумею повторить. Но он сказал более-менее следующее. От власти, доведшей страну до такого бедственного положения, я принять награду не могу. А потом он не говорил, да? Что? Потом он об этом не говорил, да? Нет, ну, он не говорил, а с тех пор несколько раз к нам обращались. Он сказал тогда еще, что, ну, может быть, когда-нибудь, когда положение в стране исправится, мои сыновья примут эту награду за меня. И несколько раз к нам так мягенько обращались, мол, ну, естественно, время еще не пришло, чтобы можно было сказать, что в стране все в порядке. Поэтому награда, если она и лежит, то где-то там у власти в закромах. Что касается второго, вы знаете, я немножко этого, ну, не прямо ответа на вопрос, немножко касалась этого. Ведь, понимаете, ведь все слова, которые говорит коммунизм, они очень хорошие, реально хорошие. И стремление к такому равенству, оно естественно для человека, это нормально. Ну, ведь Солженицын тоже, он, вообще-то он родился и вырос в православной семье, и в детстве ходил в церковь и с матерью, особенно с дедом, как раз вот украинцем, который погиб в застенках ГПУ в 32-м году. Или в 31-м, это даже точно неизвестно, потому что и могила неизвестна. Вот, но когда он, когда он стал подростком, даже уже юношей, то он тоже увлекся марксизм и льнинизмом и отошел от церкви, и вот во все это верил, изучал, сохранились до сих пор конспекты, там, Плеханова, которые он изучал все всерьез. И уже в тюрьме все еще оставался таким сторонником коммунизма. Это идеализм, это некоторая доля идеализма, и в нем она была довольно большая. И вообще в каждом, я думаю, большом писателе есть доля идеалиста. И вообще в каждом крупном человеке такая доля идеалиста есть, потому что без этой доли ничего не создашь. Потому что если сразу видеть, насколько мир в общем-то плох, если очень трезво смотреть, если совсем никогда не бывает идеалистического взгляда на мир, то, пожалуй, трудно жить и трудно что-то позитивное создать. Вот. Но, как я уже говорила, вот коммунизм заводит в общем в ловушку, потому что того, что он обещает, на земле нет и быть не может. И ни разу не было, и никогда очевидно не будет. Стремиться нужно безусловно к тому, чтобы каждый человек был в равной мере защищен законом. И чтобы не было так, что если ты богатый или принадлежишь к властным структурам, то закон не про тебя написан, а только про нас с вами. Так быть не должно. И очевидно, ваш дед был более идеалистом, чем те люди, которые в какой-то момент трезвый взгляд ими овладел. Ну, есть и такие люди, и такие. И что, ну, что можно сказать? Вот так. Ну, конечно, это, на самом деле, более долгий разговор. Пенсионер. А? Как он зовут? Вера Николаевна. Я прочитала книги Солженицын лет 40, а может быть 50 назад. некоторые в самой сдате. Некоторые в самой сдате, то есть в круге первом. Ну, Иван Денисович и раковый корпус. И тогда же написала эпограмму или эпифаму, как хотите. Но я думаю, она останется и теперь. Он наш пророк с отцом Исаием, что отбыл срок и Русь спасает. Развал, Раздор, ее вершину, Матрёнин двор и его вершина. Все. Пожалуй, оставляем. Это вопрос? Я просто оставляю. Последние две строчки повторите, пожалуйста. Я последние две строчки не расслышала. Матрёнин двор, его вершина. Все. А, ну, это хорошо. Ахматова тоже так считала, что Матрёнин двор, вершина. Николай Тимофеевич меня зовут. Здравствуйте. Наталья Дмитриевна, мы, конечно, здесь, в Москве, пенсионеры. Хватит заниматься, уже столько занимались, что, конечно, мы рады, что в нашем отечестве такие люди, как Александр Александрович есть, был, вернее. я с её трудами, с её работами познакомился где-то в конце 80-х годов. И был это, я в санаторий был в Пятигорске и зашёл в библиотеку, очередной раз, и там как бы новинки выставлены. И его там в гулах как раз был, и мой отпуск, вернее, лечение моё всё пропало, потому что начал вот это дело всё читать. Я считаю, что Александр Александрович это великий патриот России, безусловно, в котором складывается понятие, как и мораль, и нравственность, и вот в этом человеке, я думаю, что всё было очень сосредоточено. Но я, мой вопрос немножко о другом. Наталья Дмитриевна, вот скажите, пожалуйста, вышел двухтомник, вот здесь присутствующий, может, многие её и не читали совершенно, и многие даже не слышали, 200 лет вместе. Значит, вот Валентина Сергеевна жена мне его подарила где-то в начале 21 века, наверное, было первое издание, первое издание. Это двухтомник по 500, по-моему, 50 страниц. Да. И на протяжении вот последних, не то что лет, а десятилетий эти книги и мыслью абсолютно забыта. Ну, может быть, даже по понятным причинам, потому что всё-таки наша элита сейчас как бы не очень в этом тонусе, в котором было написано этой книги. И нигде ни по телевидению, ни в печати о них наложен как бы табу. Вот. А вопрос прокомментируйте, пожалуйста, вот эти книги и как бы вот нет моду на них как бы сказать. Вы знаете, это не совсем так. Эти книги переиздавали, то было действительно первое издание, с тех пор издавались по крайней мере три раза с разными издательствами эти книги. Сказать, что они забыты, ну, нельзя сказать, потому что они продаются, они есть, их можно купить. Мне кажется, что не то, что их как-то специально убирают от внимания людей, этого нет. Вы знаете, просто этот вопрос вот русско-еврейских отношений, который был когда-то очень накалённым, он сейчас уступил, я считаю, вот нет такой горячности этого вопроса, который была, он уступил место другим проблемам, которые есть. Вот в какие-то годы, ну, я могу ошибиться, но даже уже в эти 2000-е годы или в 2010-е годы в Москве больше говорили там люди кавказской национальности, вот эта проблема занимала. То есть какие-то межнациональные напряжения скорее сместились с того вектора. Поэтому нет, я думаю, что никто специально эту книгу не топит. Она большими тиражами в разных издательствах выходила и всё время продавалась, так что мне кажется, что можно быть спокойным за судьбой этой книги. Спасибо. Ещё вопрос. Меня зовут Ирина, пенсионер. Скажите, пожалуйста, у вас есть часы личного приёма в рамках «Хонда» или личные лекции? Вы какие-то проводите личные встречи? Ну, вообще у меня очень много встреч, но я вообще-то не чиновник, чтобы у меня были часы личного приёма. Ну, я просто раз, по крайней мере, раз в неделю приезжаю в свой фонд, но там, правда, народу обычно много, так что заранее звонят в фонд, если хотят увидеться или принести там что-то или с какой-то просьбой. Вообще народу много. Спасибо большое. Спасибо огромное. Борис, Москва. Наталья Битлевна, вы всегда соглашались с супругом в политическом плане? В политическом? Да. Я бы сказала, что в политическом, да. Вообще мы много спорили с ним по разным вопросам, но как раз в политическом мы были, пожалуй, по всем главным вопросам политическим у меня единомышленники. Спасибо огромное. Готова отвечать всем противникам его взглядов? Готова, его уже нет, но я готова отвечать. секундочку. Мужчина вот очень хочет, очень тянет руку. Наталья Дмитриевна, здесь еще есть книга тоже, называется, наконец-то, «Революция». Учитель истории Виталий Евгеньевич. И здесь в одном томе пятый, шестой и седьмой том в одном. И вот такая проблема. Говорят, когда было в столетии, что он скорее Александр Александрович публицист, чем мастер художественного слова. Ну и вот, нет, а проблема-то в чем? Можно ли «Войну мир» в один том, а здесь пятый, шестой и седьмой в одном томе? Получается, что это публицистика тогда, а художественное тело разорвано. Все-таки это очень странно. Вы ошибаетесь. Это вовсе не пятый, шестой, седьмой том. Это вы как-то не так прочитали. Очевидно, что там написано. Дело в том, что это, во-первых, не одна книга, их две, и они продаются вместе. Одна книга, нет, нет, ну, может, уже вторую раскупили. Одна называется «Царь Столыпин-Ленин», а другая называется «Наконец-то революция». Это выжимки из красного колеса, но никак не публицистические, никак не… это три сюжетные линии, которые представлены здесь в полноте. То есть все главы, которые относятся к Столыпину, к Ленину и к царю, собраны в одном томе, такой же примерно толщины, как тот, что вы держите в руках. А в этом томе там течение петербургской революции, только уличные сцены Петербурга. Это не сжатый 5-й, 6-й, 7-й. Почему вы так назвали 5-й, 6-й, 7-й? Там нигде таких… Это вы как-то придумали. Там нету такого, что это 5-й, 6-й, 7-й том. С чего вы взяли? Ну так это течение… Правильно, потому что в апреле уже на улице уже не было революции на улицах. Это здесь представлено в том томе, который вы держите в руках, течение петербургской революции в эти дни. Оно и привело к отречению государя. И дальше уже вот этого уличного, так сказать, разгона уже и не было. Так что это три сюжетные линии, которые даны, каждая из них дана в абсолютной полноте. Она не сжата. Просто некоторые линии… Ну здесь… Дело в том, что, понимаете, вообще «Красное колесо» напечатано в 10 томах. Это большое произведение, которым, в общем, людям некогда, что называется, его читать. И эти два тома сделаны с полным сохранением именно художественности. Это никакая… Это не выжимка, это не дайджест. Это три в полноте сюжетные линии. Они даны были как раз по просьбе читателей. То есть, они были сделаны им самим. Ну, по просьбе, кстати, книжных магазинов и читателей, и учителей истории, которым вы, тоже, кажется, принадлежите. Что для того, чтобы прочитать 10 томов, нету наших, не то что школьников и студентов, нету времени, нету возможности. То, что вы считаете важным, выберите сами и дайте в более кратком изложении. Ну, вот он это сделал. Ну, при чем тут война и мир? Война и мир тут ни при чем. Вы тоже можете взять и… Кому что? Вот девочек интересует любовь, а мальчиков война. Вы можете взять аустралиц оттуда и там еще что-то и от этого эти главы, если вы сами эти главы не будете сокращать, это описание нисколько не поблекнет. Сергей, каковы причины антироссийских на стоянии на западе? И второе, ваше мнение насколько выдерживался и уменьшался интерес творчества Солженицы за последние годы? Я переведу. Значит, насколько уменьшался или увеличился интерес творчества к творчеству Солженицы в последние годы? Это второй вопрос, правильно? Так, и первый вопрос. Причины антироссийских настроений на западе. вот очень, вы знаете, я не, я лучше не скажу, я лучше не скажу, вот в этой книжке об этом написано, как он видит, почему, в чем эти причины, в чем эти антироссийские настроения, которые, оказывается, очень давно укрепились, он перечисляет эти причины здесь, повторять этого нет, смысл, книжечка маленькая и доступная. А что касается интереса к творчеству, ну, это вопрос, скорее, не ко мне, а к аудитории, вообще говоря. Но, видите ли, не знаю, мы живем в капиталистической уже стране, худо-бедно, хорошая она, хороший у нас капитализм или плохой, но, в общем, капитализм в том смысле, что у нас, по-моему, не осталось вообще ни одного государственного издательства. Все издательства стали частными. Последнее было просвещение, которое было государственным, но оно уже тоже не государственное. И все эти издательства печатают только то, что продается, а то, что не продается, не печатают. И, если из этого исходить, то я считаю, что интерес достаточно большой, потому что его печатают все время, причем все, и большие вещи, и маленькие, и все это расходится, и договора снова заключаются, и снова печатают. Так что в любом книжном магазине что-нибудь да вы найдете, а что-то другое вы спросят, скажут, ну, это уже распродано, возобновляются. Так что интерес, по-моему, достаточно большой. Но, конечно, естественно, что вообще ко всем писателям и к литературе вообще интерес сегодня не такой, какой был в Советском Союзе, безусловно, потому что когда мы жили тогда, ну, понимаете, компьютеров не было, каждый не мог посмотреть у себя дома на своем экране любой фильм, который он хочет. Этого не было всего, и литература занимала вообще совсем другое место в Советском Союзе, и каждый писатель, который был интересен, а было много довольно замечательных писателей, которые, может быть, не могли писать полностью свободно, но все-таки было много прекрасных писателей, и тиражи были огромные, и их читали, покупали. Ну, а сейчас в этом смысле положение у нас приближается к тому, какое оно на Западе. Спасибо огромное. Но, к сожалению, время нашей встречи все-таки неумолимо подходит к концу, поэтому, дамы и господа, если у вас еще остались вопросы, я думаю, вы в личном порядке, когда вы будете подходить подписывать книги, очень коротко можно будет их озвучивать. А я прошу вас еще раз поблагодарить Наталью Дмитриевну за возможность личной встречи, за эти уникальные книги. Спасибо огромное всем за внимание, пожалуйста, у вас есть уникальная возможность сейчас подойти и подписать книги у Натальи Дмитриевны. Книги все выложены у нас на столиках как в третьем зале, так в десятом, поэтому, пожалуйста, подходите и подписывайтесь свои экземпляры. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok